Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Я Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Спасибо, ну и взвешенного, терпеливого отношения ко всему, что происходит. В администрации прошло очередное заседание Совета депутатов Людерец. Девчонки, женщины, милые, красивые, с наступающим 8 марта. Глава округа поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим 8 марта. Школа очень богатой истории, но и очень старой. Почему в нескольких школах начали ремонт в середине учебного года, смотрите в сюжете. Самое трудное, первый удар, который пролетел ко мне так сразу. В Люберцах состоялся турнир по смешанным единоборствам. А теперь обо всем подробнее. В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. С отчетом о проделанной за минувшие 7 дней работе выступили руководители силовых ведомств, экстренных служб и органов местного самоуправления. В Люберецкую полицию за неделю поступило 2120 обращений граждан. Возбуждено 27 уголовных дел. 20 из них по горячим следам раскрыты. Зафиксировано 212 ДТП, трое пострадавших. На территории округа произошло 5 пожаров. Погибли 2 человека. За отчетный период аварийных отключений на сетях не было. В округе в этом году отремонтируют 146 подъездов и заменят 37 лифтов. Запланирован капремонт 135 многоквартирных домов. Это ремонты фасадов, ремонты балконов, ремонты кровель, замена внутридомовых инженерных систем. В жилом комплексе «Малая Павлина» по просьбам жителей управляющая компания «Теплолюб» начала работы по восстановлению пешеходной зоны. Все сделают до конца недели. Еще одна хорошая новость – снижается заболеваемость коронавирусом среди детей. За месяц количество вызовов участковых педиатров снизилось на 75%. Плановые приемы в детских поликлиниках и женских консультациях возобновлены. В детской больнице в отделении лучевой диагностики завершают монтаж современного аппарата магнитно-резонансной томографии. Его разрешающая способность намного больше. Количество времени для проведения исследования значительно меньше. А с учетом того, что дети проходят это исследование под наркозом, конечно, уменьшить влияние наркоза на ребенка – это, конечно, очень хорошо. В ходе совещания также рассмотрели вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов и дворовых территорий, вывозом мусора и работой уличного освещения в парках. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Состоялось очередное заседание Совета депутатов Люберец. На повестке дня пять вопросов. Один из главных – отчет о результатах деятельности главы и администрации округа за 2021 год. Перед жителями Владимир Ружицкий выступил с отчетом о проделанной работе еще 17 февраля. Позже его обсудили на депутатских комиссиях. Результаты народные избранники признали удовлетворительными. Спасибо, но и взвешенного, терпеливого отношения ко всему, что происходит, дабы нам выполнять те задачи, которые перед нами ставят наши жители. С отчетом о депутатской деятельности за прошлый год выступил и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. За 12 месяцев в адрес парламентария поступило более 13 тысяч наказов от люберчан. В своем выступлении он отдельно остановился на мерах социальной поддержки льготников. В 2021 году были увеличены ежемесячные пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет. В частности, для семейчей доход ниже прожиточного минимума выплаты увеличены до 6 тысяч рублей. Вообще, в 2022 году на социальную поддержку жителей Подмосковья будет направлено порядка 80 миллиардов рублей. На заседании также обсудили работу контрольно-счетной палаты округа, молодежного парламента и другие вопросы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В любой экстренной ситуации достаточно помнить всего три цифры 1-1-2. Операторы службы спасения отвечают на звонки независимо от времени суток и даты на календаре. ЕДД-112 городского округа Люберцы по итогам прошлого года заняла первое место в Московской области. О слаженной и важной работе системы наш следующий сюжет. После очередной волны коронавируса ЕДД-112 городского округа Люберца перешла в обычный штатный режим. Но работы оператором экстренной службы все равно хватает. Служба 112 Люберца, оператор Сорогин, слушаю вас. Здравствуйте. Что случилось? В составе дежурной смены семь человек. За сутки они принимают до полутора тысяч звонков. Обычная цифра для сегодняшнего дня. Буквально месяц назад во время вспышки омикрона количество обращений достигало трех с половиной тысяч. Усиливали состав дежурных смен за счет свободных смен операторов, которые находились на отдыхе. Мы вернулись в привычный для себя график полторы-две недели назад. Система 112 – это связующее звено между людьми и всеми оперативными экстренными службами. А при возникновении чрезвычайных ситуаций подключается ЕДДС. Ее задача – в кратчайшие сроки организовать взаимодействие всех служб и подразделений. Единая диспетчерская служба отвечает за оповещения жителей в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. То есть здесь комплекс вопросов, чем занимается ЕДДС и служба 112, он огромен. Здесь очень подготовленные, очень профессиональные, очень ответственные люди. На сегодняшний день в ЕДД 112 городского округа Люберцы трудится 45 человек. Когда станут известны итоги переписи населения, количество штатных единиц подкорректируют. По нормативам на 50 тысяч населения полагается один оператор экстренной службы. Луиза Игия Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий посетил предприятие по производству вентиляционного оборудования «Вентум» в Малаховке. Глава округа оценил качество продукции и условия труда. Подробности в нашем сюжете. Вероника Гурина работает на предприятии полгода. За это время девушка освоила несколько станков. Сейчас она работает над изготовлением врезки. День Вероника производит более двух тысяч таких деталей. Я делаю в принципе все, что в моих силах. Могу на ЧПУ-станке работать, на вот этих мелких всяких станках. Вальцовка, зиговка, сварка точечная. Все могу. На заводе трудятся более 80 рабочих. Они производят воздухораспределительные устройства, решетки, диффузоры, вентиляторы и многое другое. В месяц изготавливается 25-30 тысяч квадратных метров воздуховодов и десятки тысяч взрывозащищенных противопожарных клапанов. Сейчас, в частности, мы работаем над новой конструкцией взрывозащищенного клапана. То есть у нас были эти изделия, сейчас мы их модифицируем. Изделие, которое помимо защиты огня, еще и предотвращает на опасных производствах возгорание. Предприятие предоставляет свою продукцию для железнодорожных вагонов, торговых помещений, школ, детских садов, больниц, в том числе госпитали в коммунарке. Вентиляционное оборудование пользуется спросом по всей России, а также в Беларуси и Казахстане. Я оцениваю, что оно конкурентоспособное, потому что здесь, во-первых, современное технологическое оборудование, у нас есть помощь малому и среднему бизнесу. Я проговорил со своими коллегами, мы им поможем, мы вводим эту программу и тоже окажем помощь. Завод в Малаховке работает с 2009 года. Продукция предприятия представляет собой полное импортозамещение. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Генерал-майор милиции в отставке Алексей Семко отмечает юбилей. Председателю общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая исполняется 85. Вместе с юбиляром страницы его биографии перелистывали мои коллеги. Его детству пришлось на военные годы. Отец погиб на фронте, мать одна поднимала пятерых детей. Алексей окончил школу и вскоре получил повестку в армию. Нас отправили на Целину, в Казахстан. На машинах повезли в поля, где мы должны были заниматься уборкой сена и урожая. И вот поля, представьте, как Чёрное море. Смотришь, только ковыль. И ковыль, ветерок дует, и вот так волны идут. Такая красота! Через полгода вместе со служивцами поступил в школу младших авиационных специалистов. Получил специальность авиамеханика и был направлен в Приморский край. Служил в полку тяжёлой бомбардировочной авиации. После демобилизации отправил документы в Ростовский инженерно-технический институт. Но опоздал с поступлением. Однополчанин предложил поступить в Московский университет имени Ломоносова. И вот приехал я. Это уже в МГУ. Значит, там ещё были солдаты. Это незнакомые мне ребята. Мы, говорит, давайте сфотографируемся. Познакомились, давайте сфотографируемся на память. Наверняка мы учиться здесь не будем, но хоть память останется. Но Алексей поступил и успешно окончил юрфак. Стажировку проходил в Московской прокуратуре. Как начинающему следователю ему доверили дело, в котором фигурировал бывший прокурор. И вот на него возбудили дело. Дело в суд, суд на доследование. В суд, суд на доследование. И мне пришлось возиться. Ну, я составил план следственных действий в Росте. Ну, короче говоря, я доследование сделал дополнительное. И обвинение предъявил, и обвинительное заключение составил. И в суд дело ушло, и его потом всё-таки, по-моему, осудили. В Москве молодой следователь работать не остался. Уехал в Каширу, к супруге. Здесь отработал 6 лет и перешёл в Люберцы. О трудовых буднях Алексея Семко в Люберецком ОВД знают. К напутственным словам генерала всегда прислушиваются. Вы должны стоять на страже закона. И всем, кого обидели, помогать. Это музей Люберецкого ОВД. Алексей Алексеевич стоял у истоков его создания. Здесь милицейская форма разных лет, огнестрельное оружие, награды и личные вещи отличившихся сотрудников. В том числе и Алексея Семко. В 70-м году Алексей Алексеевич назначен начальником отделения милиции города Люберцы. Наверное, тяжелее работы я за свою жизнь испытывал. Это были самые тяжёлые, самые трудные годы. Нагрузка была бешеная. С работы хоть не уходи. Сиди 24 часа в сутки. Позже Семко возглавил Мытищинское ОВД. Был заместителем начальника главного управления по Московской области. Когда по выслуге лет ушёл в отставку, стал заниматься общественной работой. Проводил встречи со школьниками, выступал по телевидению. В 2011 году возглавил созданный при Люберецком ОВД общественный совет. Поздравления в адрес юбиляра уже поступают. Одно из первых от его коллеги по общественному совету, генерального директора телеканала ЛРТ Екатерины Дегтярёвой. Здоровья, крепкого, радости, побольше позитива. Чтобы всё вообще было всё-всё-всё хорошо. Спасибо. Поздравляю вас. В органах внутренних дел Алексей Семко прослужил более 30 лет. За годы службы награждён восьмью правительственными наградами. Удостоен звания почётный работник МВД СССР. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах первую и шестую школы закрыли на капитальный ремонт. Он проходит в рамках госпрограммы образования Подмосковья и программы капитального ремонта школ, инициированные президентом России. Учащиеся, а их более 1200 человек, временно переведены в ближайшие учреждения. Почему капремонт вынуждены начать в середине учебного года и какие работы предстоит выполнить, узнал Богдан Колесников. Завтрашний день, что выходила уже бригада на монтаж. Это школы с долгой историей. Учебные заведения распахнули свои двери в 30-е годы прошлого века. Здесь учились не только родители, но и бабушки, и дедушки нынешних учеников. Косметический ремонт в учреждениях проводят каждое лето. Но такие масштабные работы, которые выполнить за три месяца невозможно, проходят впервые. Наступил тот момент, когда капитальный ремонт стал просто необходим. Потому что и в коммуникационных, и в инженерных системах, да и в самом здании зафиксирован большой процент износа. Оба здания построены из белого силикатного кирпича. Но перекрытия в школах деревянные. Их меняют в первую очередь. Все их сейчас снесли. Будем их монтировать новыми современными материалами. На верхних этажах демонтаж и черновая отделка почти завершены. Рабочие приступают к аштукатуриванию стен. Впереди ремонт потолков и полов. Здесь работы будут производиться. Все внутренние работы с заменой всех инженерных систем, с заменой всех слаботочных систем. Получается видеонаблюдение, противопожарные системы, система безопасный город, радиоточки. Потом доступная среда будет вся обновлена. Самая проблемная точка – здесь во всей школе отсутствовало горячее водоснабжение. Печное отопление много лет назад заменили на централизованное. А вот горячего водоснабжения в зданиях никогда не было. В ходе капремонта установят бойлеры. Горячая вода появится в каждом кабинете. Систему отопления полностью заменят. А также сконструируют вентиляционную систему, которая здесь тоже отсутствовала. Школа очень богатая история, но и очень старая. И нуждалась в ремонте уже очень давно. Особенно это мы замечали по самым верхним этажам. Это и кровля, которая требовала серьезного ремонта. И все коммуникации. После таяния снега и установления сухой погоды, рабочие приступят к замене кровли и окон. Когда внутри основные работы будут выполнены, начнут ремонт и покраску фасадов, заменят водостоки и сделают отмостки. Внешний вид будет полностью меняться. Сейчас разрабатывается дизайн-проект, который будет согласоваться с родительскими комитетами. Бригады работают в две смены. На объектах задействовано более 300 человек. После завершения основных работ строительный мусор отсортируют и вывезут на полигон. К началу нового учебного года все работы должны завершить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В кадетской школе прошла всероссийская акция ЕГЭ для родителей. Мамы люберецких выпускников почувствовали себя на месте детей и сравнили, чем современные экзамены отличаются от тех, которые они сдавали в свое время. Перед началом тестирования участники акции поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. Откровенно говоря, я не готовилась никак. Я очень надеюсь на ту базу, которая у меня в принципе есть. Естественно, волнуемся. И не только я думаю, что все присутствующие. Лучший совет перед волнительным событием можно дать только в том случае, когда сам прошел через этот путь. Уверена мама выпускницы кадетской школы Залина Чеснокова. На акции ЕГЭ для родителей почувствовать ту самую атмосферу можно в полной мере. Требования и условия такие же, как на настоящем экзамене. Сегодня вы сдаете экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ с использованием технологии печати. Никаких телефонов и шпаргалок. Вход в аудиторию только через металлодетектор. Выполнение заданий под прицелом камеры. Пройти весь алгоритм действий и узнать, что на самом деле представляет из себя ЕГЭ, решил и глава округа Владимир Ружицкий. Немножечко как бы волнительно, потому что и вопросы все непростые, и ориентироваться нужно, и время сжатое. Но все-таки задача ЕГЭ, я так думаю, это непростая такая задачка, это такое испытание. И вот у нас стоит задача вместе с управлением образования делать такие тренировки для родителей, для общественности. Каждый участник акции сможет узнать свои результаты. А пока родители протестировали единый госэкзамен, дети, которым предстоит испытание, сейчас усердно готовятся. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Светлана Панфилова и Анастасия Ткачева. Эти имена вошли в историю люберецкого образования. Девушки стали победителями окружного конкурса «Педагог года-2022». После финала проекта наша съемочная группа встретилась с ними вновь, но на этот раз на рабочем месте. Здравствуйте, кадеты. Здравствуйте, ваш учитель. Тема сегодняшнего урока – восточные славяне и их соседи. В роли учителя Светлана Панфилова представляла себя еще в раннем детстве. Мягкие игрушки были учениками, а она – строгим наставником. Любовь к этой профессии передалась по наследству. Прабабушка, бабушка, мама и даже крестная Светлана – педагоги. Без знания прошлого не может быть будущего. Поэтому девушка выбрала своим предметом историю. Всегда любила загадки. Всегда нравилось узнавать что-то новое, в чем-то копаться, разбираться, искать правду, отделять правду от мифов. Люблю факты. И когда можно о чем-то подумать, поразмышлять, даже пофилософствовать в какой-то степени. Упорство и трудолюбие привели Светлану на ежегодный проект «Педагог года». Несмотря на небольшой стаж работы, четыре года, на конкурс отправили именно ее. Молодой учитель принес к детской школе долгожданную победу. Эта победа, конечно, прежде всего Светы, но это большой труд, большая работа, большое вообще такое событие для нас, для всей школы. Подключились все. Не остались в стороне и любимые ученики. Без их поддержки, уверена Светлана Юрьевна, победы бы не было. Светлана Юрьевна – очень-очень добрый учитель. И она очень понятно объясняет любые темы по истории и общественному знанию. Хочется ее слушать. Вот это жилет, голова, корона, волосы и ноги. Я нарисовала вот коричневые волосы, корону, губки и реснички. Воспитанники группы «Ягодки детского сада 53» делают рисунок на свободную тему. Клавдия и Герман изображают на белой бумаге своего воспитателя Анастасию Николаевну. Потому что она самая красивая, Анастасия Николаевна, нежная. За нами ухаживает, гуляет с нами, занимается, рисует с нами. Время, проведенное в стенах детского сада, самое лучшее. Уходя из дошкольного учреждения, Анастасия Ткачева пообещала себе, что обязательно вернется сюда во взрослой жизни, чтобы передавать детям ту любовь и заботу, которую сама получала от воспитателей. Быть воспитателем – это очень ответственная профессия. Она не терпит случайных людей, которые в нее приходят. Поэтому для меня важно быть ответственным, целеустремленным, активным, позитивным, чтобы дети видели меня, заряжались моей энергией, видели прекрасное, необычное, в простых вещах. Анастасия Ткачева работает в детском саду всего пять лет. Но молодой педагог уже удостоен высокого звания – воспитатель года. Мы, конечно, безмерно гордимся Анастасии Николаевны. Это даст ей толчок к новым вершинам, к новым победам, к новым свершениям. Покорять новые вершины победителям конкурса «Педагог года» предстоит уже совсем скоро. В апреле состоится областной этап проекта. Светлана Панфилова и Анастасия Ткачева активно готовятся к предстоящему событию и надеются только на победу. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Женщины городского округа уже принимают поздравления с наступающим праздником. Накануне 8 марта чествовали прекрасную половину коллектива Люберецкой областной больницы. Слова признательности за нелегкий и самоотверженный труд виновницам торжества выразил глава муниципалитета. Подробнее в нашем сюжете. Врачи, медсестры, санитарки, лаборантки, заведующие поликлиниками и стационарными отделениями. В их надежных и заботливых руках здоровье жителей городского округа. Из 4000 сотрудников Люберецкой областной больницы, подавляющие большинство женщины. В преддверии 8 марта в актовом зале 6 поликлиники собралась лишь маленькая часть большого коллектива. Девчонки, женщины, милые, красивые, с наступающим 8 марта, быть такой же формы, как сейчас, вам, я думаю, в эти дни будут говорить очень много тёплых слов. Я хочу вам сказать, вы должны понимать, это не лесть. Их последних два года, они крайне тяжёлые. Я помню, весна 2020 года, с этой угрозой вы первые столкнулись. Впоследствии, в месяц сообща, мы этот путь прошли. За тот нелёгкий путь длиною в два года медицинские работники получили заслуженные награды. Среди тех, кого отметила правительство Российской Федерации, врач-реаниматолог и заведующая станцией переливания крови Любовь Мануева. За особые заслуги в области медицины она удостоена Ордена Пирогова. Это самая высокая медицинская награда на данный момент. Конечно, я её ждала. Конечно, я думаю, что это заслуженно, 22 года работать в отделении реанимации и получить, конечно, заслуженную награду. И в условиях ковидных мы работали, очень сложно было. Конечно, я её ждала. Все ждут. Все хотят, чтобы был оценен их труд. На самом высоком уровне оценили труд 59-ти люберецких врачей и медсестёр. 19 медицинских работников получили Орден Пирогова. 40 человек удостойны медали Луки Крымского. Ещё одним подарком для виновников торжества стало выступление артистов городского округа Люберцы. Многие жители ДНР и ЛНР после объявления массовой эвакуации отправились в Россию. Людей разместили в пунктах временного проживания в разных регионах, в том числе в Подмосковье. Люберцы не стали исключением. Здравствуйте. Проходите. Ирина Синдетская приехала в Люберцы 23 февраля из города Стаханово Луганской Народной Республики. На сборы времени не было. За несколько часов она собрала необходимые вещи, документы и вместе с детьми уехала в Россию. Начались очень часто обстрелы со стороны украинской армии. Потому что мы уже за 8 лет знаем, что такое, где стреляют, откуда, потому что мы там жили. Заставила уехать ещё то, что боясь за детей. Для поиска места учёбы дочерей понадобился один день. И теперь они учатся в Люберецкой гимназии номер 20. Но сегодня Ирина переживает за бабушку, отца и мужа, которые остались дома в Стаханове. Сейчас очень стало страшно. То есть готовы хоть завтра вернуться. Но опять-таки безопасности нам нету там. Продолжаются бои. И вчера продолжались, и позавчера. И каждый день у нас происходят бои. В преддверии Международного женского дня поддержать Ирину Синдетскую приехал глава городского округа Владимир Ружицкий. Вас тут приветствуем. Канул 8 марта. Спасибо вам. Спасибо вам огромное за то, что вы нам помогаете. Вы нас проведуете. Мы очень рады, что вы нас так оберегаете под своим крылом. Вопроса о том, куда ехать, у семьи Синдетских не возникало. Потому что месяцем раньше в Люберце приехала мама Ирины, Любовь Станиславовна. Дочку и внучек она навещает каждый день. Дочка, не переживай. Все будет хорошо. Все будет... Мы верим в это. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Творческие коллективы Люберец готовятся к Международному женскому дню. Праздничные концерты пройдут не только на крупных площадках городского округа, но и в учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования. На репетициях артистов побывали и мы. 8 марта – это праздник, к которому готовятся везде. По-настоящему горячая пора у музыкальных коллективов. Ведь ни одно торжество не проходит без вокального и инструментального исполнения. В преддверии Международного женского дня 10-летний Алексей Лисицкий оттачивает навыки игры на саксофоне. А преподаватель академического вокала Евгений Саулин повторяет русский романс. В каждом отделении музыкальной школы своя творческая атмосфера. И педагоги, и воспитанники убеждены – лучший подарок женщинам – это не только цветы, но и красивая музыка. Это такой приятный весенний, замечательный, радостный день. Он ассоциируется и с весной, с хорошим настроением. И, естественно, это концерты, это музыкальные поздравления. Мы всем, конечно, хотим пожелать побольше хороших эмоций, радости, тепла, света, ну и музыки. Не остались в стороне от предпраздничных хлопот и будущие актёры. Воспитанники театральной студии читают стихи известных русских поэтов. Дарите женщинам цветы, как нам они улыбки дарят. Под руководством педагога ребята репетируют каждое слово и движение до мельчайших деталей. Не загоняй текст. Осмысленно. Что произносишь, о чём, о чём стихотворение. Всё время помнишь об этом. А студенты гуманитарно-социального института поздравят прекрасную половину человечества танцем. Участники хореографической студии приготовили для женщин праздничный флешмоб. Мы будем сделать на нашем главном входе большую восьмёрку и запишем поздравительные слова студентов, парней. Дорогие наши бабушки, мамы, я поздравляю вас с 8 марта и желаю счастья, здоровья. Чтоб все вас радовали и в этот день, и в принципе всегда. Весеннего настроения и побольше улыбок. Оставаться такими же прекрасными, обаятельными и красивыми. Чтобы над головой было мирное небо, а мужчины дарили только радость и любовь. Луиза Игия Зарян, Пётр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Танцев много не бывает, и люберецкие студенты доказали это. В городском округе прошёл традиционный марафон «Мастер-стар» область движения. На несколько часов большой зал Дворца спорта «Триумф» стал молодёжным танцполом. Подробности в сюжете моих коллег. Перед началом марафона небольшая разминка. Волнуются не только танцоры, которые оттачивают в движении, но и те, кто пришёл поболеть за них. У каждой команды своя группа поддержки. Мы, Российская таможенная академия, пришли поддерживать наших девчонок. Мы надеемся на получение максимального удовольствия. И просто хотим посмотреть, как танцуют. Готовились мы очень усердно. Каждый год выступаем на этом празднике. И надеемся сегодня также покорить всех. Покорять зрителей и членов жюри вызвались 9 команд. Это представители молодёжных общественных организаций, вузов и средних учебных заведений. Этот «Мастер-стар» юбилейный большой танцевальный марафон проходит в Люберцах в 15-й раз. В жюри у нас это представители культуры, представители хореографических коллективов, вокалисты, спортсмены. То есть разнообразные жюри, которые, я думаю, по достоинству оценят наших конкурсантов. Кроме отдельного творческого номера, импровизация и моментальное переключение на другой ритм. От клубной музыки до национальных танцев. Задача участников – двигаться синхронно, плавно и не забывать про оригинальность. За каждый критерий команда получает баллы, которые в итоге суммируют, чтобы определить самую лучшую. В первый день весны в округе прошёл ежегодный открытый межзональный фестиваль-конкурс «Ахты Удаль-Люберецкая». Ему исполнилось 25 лет. На фестиваль съехались сильнейшие коллективы из Москвы и Подмосковья. На праздники танца побывали и мы. Для учащихся детской хореографической школы округа сцена Люберецкого дворца культуры давно родная. Но выступление на таком престижном фестивале всегда волнительно. Постоянно такое чувство, ну, как бы переживание, растерянность, но и в то же время радость. Да, нам очень нравится тут выступать, учиться, потому что тут очень хорошие учителя. Нам говорят каждый раз стараться, мы стараемся танцевать, нам очень нравится. Пока одни коллективы демонстрируют своё мастерство на сцене, другие оттачивают кульминационные движения, чтобы через несколько минут блистать на сцене. Солистки ансамбля эстрадного танца «Ритм» заряжали бодрым и весёлым настроем. Мы расставили на победу! Яркие эмоции, порыв души и отдача – вот, пожалуй, самое главное, что может сделать успешным выступление на сцене. Члены жюри оценивали конкурсантов по нескольким составляющим. Их возможности, их актёрское мастерство, их выразительность, сценическое поведение на сцене, соответствие костюма, номеру, названия. Вот то, с чего складывается оценка. Хочется фантазию посмотреть, искромённость. Танцевальный фестиваль впервые прошёл в Люберцах 25 лет назад по инициативе директора детской хореографической школы Татьяны Тропиной. Тогда, в марте 1997 года, участвовали всего семь коллективов, в нынешнем году – около 70. Лучшие танцевальные коллективы Москвы и Подмосковья поборолись за призовые места в разных номинациях. Это и классический танец, вот в данный момент классический танец идёт, и народный танец, и довольно-таки много народного танца. И эстрадный степ есть, и эстрадный джаз, и историка бытовой есть. Мы учимся друг у друга, детям нравится танцевать, музыка хорошая, которая для детей. И вот в этом самый, я думаю, настоящий секрет. За звание лучших коллективов танцоры боролись в течение дня. Яркий рисунок танца и эмоциональный посыл артистов не оставил равнодушными. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах составился турнир по смешанным боевым единоборствам ММА серия 49. На ринге встретились не только дебютанты, но и титулованные спортсмены. Вместе с болельщиками за жаркими поединками наблюдали и мы. Двукратный обладатель Кубка мира по боевому самбо Камиль Гирейханов два с половиной года назад попробовал свои силы в смешанных единоборствах. На его счету три победы и ни одного поражения в турнирах по ММА. На ринге в Люберцах 30-летний боец завоевал еще одно золото. Уже в первом раунде он не оставил шансов сопернику Александру Жаркину и победил его болевым приемом на руку. Самое трудное, первый удар, который пролетел ко мне так сразу, это было мне очень, но я как бы тоже ответил сразу сходу, и он потерялся. Я думаю, бой в такой весовой категории не слишком скучный получился, хоть он и две минуты продлился. Я пришел побеждать, поэтому я свой ноль никому не отдам. В финальном поединке свое мастерство продемонстрировал обладатель бронзового пояса победителя ММА Роман Карасев. Волнение перед своим первым боем он помнит до сих пор. Я выходил, у меня шорты колыхались. Это такое состояние адреналина, когда ты ничего не понимаешь, и потом только на видео пересматриваешь и вспоминаешь, что вообще было у тебя бою. Выходя на бой, ты должен быть достаточно собранный, стрессоустойчивый, должен видеть картину боя. Прямую трансляцию из Дворца спорта «Триумф» обеспечил телеканал ММА-ТВ. За поединками наблюдали зрители более чем из 40 стран мира. Они будут видеть, что происходит здесь, в Люберцах, сегодня, какие противостояния будут сегодня в клетке. И вот я бы хотел, чтобы все так и решало в спорте, чтобы спор был вне политики, и чтобы мы встречались в клетке и жали бы в конце друг другу руки. Зрители смогли увидеть 13 бескомпромиссных поединков. За титул чемпиона в разных весовых категориях поборолись спортсмены из России, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Следующий турнир по ММА пройдет 15 апреля в Москве. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен еще больше подробностей. Вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин